Всем привет! Это я, Дуброва Ольга. Давно не виделись, поэтому очень рада приветствовать вас на нашем канале Процветок. И сегодня я вам расскажу, как правильно и какие растения сохранить на зиму и как за ними ухаживать в зимний период. Для начала отмечу, что, наверное, многие хотят как можно дольше любоваться цветением растений, либо их декоративной листвой. И не всякому это, конечно, удастся, потому что большинство из нас живет в климате с резкой сменой времен года. Хорошо, если у кого-то есть зимняя теплица или слегка отапливаемая теплица, то это, конечно, выход из положения. А большинство, конечно, таких условий не имеет. Но не отчаивайтесь. Для начала давайте определимся, для чего нам это надо сделать. Ну, во-первых, кому-то, наверное, хочется как можно дольше любоваться цветением. Вот мы сняли наше кашпо с подвески с петуниями и мультифлоры и поместим их где-то на светлое место. Кто-то, может быть, не дождался вызревших семян, поэтому мы пересаживаем растения для того, чтобы семена полноценно в процессе роста в закрытом помещении успели созреть до нужной технической спелости. Кому-то хочется сохранить растения, чтобы ежегодно их не покупать и не мучиться потом, не отвлекаться весной, когда и так много работы, не знаешь, куда бежать, с такой целью, чтобы зачеренковать растения, например, ипомея или колиус. Ну и допускаю такую причину без цели. Просто я так хочу. Я это одобряю, потому что это очень полезно для нашего психоэмоционального здоровья. Итак, что надо для этого сделать? Все это, конечно, несложно, главное только захотеть. И есть основные такие пять правил, которые поместятся на пальцах одной руки, конечно, если их пять. Значит, первое правило такое, что не пытайтесь спасать больные растения. Почему? Потому что мало того, что болезни дальше будут развиваться, они заразят еще и растения, которые находились у вас в том помещении, куда вы планируете перенести. И это будет для вас очень проблематично и нервически. Второе правило. Не дожидайтесь той поры, когда первые морозы повредят листья. Наблюдали, наверное, что порой вроде бы и мороза-то такого не было. Заносим растение в помещение, и в течение недели оно активно начинает сбрасывать с листву. Это потому, что произошел такой большой стресс, перепад температур. Поэтому за дней 10 вы должны растения внести в помещение до предполагаемого понижения температуры. То есть пока еще на улице температура держится порядка 16-20 градусов. Потому что если это будет 8-10, и кажется, что оно там себя прекрасно еще чувствует, то такой резкий перепад повлечет за собой осыпание листьев. Третье правило. Если вы наметили перенести растение в помещение, то проведите за недели-две профилактическую обработку. Потому что при внешнем здоровье растения, когда мы переносим в помещение, тепленько, влажненько, и начинают активироваться различные вредные насекомые, либо какие-то болезни. Поэтому обычным, но хорошим, базовым инсектицидом, садовым фунгицидом проведите обработочку, и потом спокойно вносите эти растения в помещение. Когда вы их внесли в помещение, это уже у нас четвертое правило, разместите их как можно ближе к свету, чтобы, по крайней мере, на начальном этапе им было достаточно света, и кроме того стресса, что они перенесли, вроде бы они собрались или умирать, или спать, а тут их принесли и говорят им, живи, то надо обеспечить свет. Ну и пятое условие – это надо обеспечить правильный полив. Не стремитесь заливать растения, потому что мы все-таки нарушили растения, в стрессе находятся, и первые 30 дней, 20 дней мы не должны увлекаться усиленным поливом, особенно если температура низкая в том помещении, куда вы принесли растение, потому что ему это на данном этапе не так уж и важно. Главное, чтобы земляной ком не пересыхал. Обеспечьте влажность воздуха, то есть поставьте какие-то плушки, либо с водой, либо с галечкой, но с ножей будет еще и красиво, к тому же. Ну и что еще можно сказать про те растения, которые мы приносим? Вот, допустим, я принесла, покажу вам на примере, что мы сделаем с красивой ипомией. Я ее выкопала накануне, и она, конечно же, немножко уже подвяла. Ну, мы видим, что у нее есть листики, которые в процессе роста подвяли. Значит, все больные части мы подрезаем, удаляем. Они будут только вредить растению, которое мы принесли, и портить внешний вид, ну и всякие другие проблемы. Вот такой красивый мощный куст развился из черенка этого года. Он уже мог бы даже и зацвести в грунте, бутончики сформировал, но холода пришли. Одна такая плеть вырвалась, которая, конечно, не сможет пропитать себя. Здесь, к тому же, она немножко надломалась. Мы ее удаляем. Для такого растения мы выберем, ну, пожалуй, вот такой горшок, чтобы оно развивалось в дальнейшем весенний период. Потому что потом же мы начнем пробуждать, говорить про снись, начинать более обильные поливы проводить, потому что световой день весной увеличится. И подкормки, чтобы корням было куда развиваться и питаться. Так, это я сюда наполняем, как обычно, любой питательной смесью. Конечно, если растения, которые мы вносим в помещение, относятся к таким, которые не требуют сильно плодородной земли, то, естественно, мы подмешаем сюда песочка. Либо, если наоборот, нужна плодородная почва, как питунья, то тогда более плодородную смесь подмешаем. Потому что разные растения по-разному относятся к почве. Мы это уже, конечно же, знаем. Делаем углубление. Помещаем туда растения. Уплотняем возле корешка. Досыпаем землей. Снова уплотняем. Несмотря на то, что наша почва-смесь влажная, мы немножко польем, чтобы земля вокруг корней не висела. Чтобы корни не висели на земле, а чтобы земля обнимала корешки. И таким образом наша ипомея будет существовать в помещении хорошо. Какие-то листики подвяли, значит, я их тоже удаляю. То есть все то, что слегка пораженное, подвявшее, обломавшееся, излишне длинное, мы все это убираем и оставляем на зимовку. В вариантах, когда что-то хочется сохранить растение, допустим, оно из мест произрастания, условно зимующее, не зимующее у нас, но для надежности, снова же для разных регионов, и у каждого свои климатические условия, мы вносим такие растения. Вот у меня розмарин. Ну, конечно, жалко такого красавца оставлять, чтобы он то ли вызимовал, то ли не получилось у него перезимовать. Туда забыла положить бумажку в горшочек, чтобы через эти дырочки не просыпалась земля на наши подоконнички, либо подставочки. И сажаем обычным также способом. Здесь получилось, что осыпалась земля с корней, и они у нас такие вот торчат голые. Если мы их будем подгибать, то однозначно они все равно у нас загниют. Поэтому делаем такую легкую обрезку, не такую, как бы мы делали весной при пересадке, и отправляем в горшочек. Досыпаем землю, слегка польем, и в течение месяца будем проводить щадящие поливы, чтобы не навредить нарушенной корневой системе. Ну и, естественно, листья, чтобы не страдали, потому что произойдет при излишней влажности загнивание корней, и, естественно, растение начнет себя чувствовать угнетенно. Это такой базилик лимонный, и он не успел, возможно, поздно посеяли на рассаду, он не успел завязать семена. Поэтому в процессе хранения у нас эти семена, которые уже в молочной спелости, они сформируются, достигнут своей технической спелости, то есть будут вызревшими. Некоторые вот уже вполне вызревшие семена. Вот мы решили такие задачи. Там у меня, видите, еще гибискус сирийский привлекла, колеус, который весной буду черенковать, розмарин снова же можно использовать как пряно-ароматическое, или потрогать и вдыхать такие полезные фитонциды. А это у меня тоже гибискус, только другой его вид. И, конечно же, растение, вот оно посажено уже неделю назад перед первыми угрозами синоптиков, которые, конечно же, что осенью, что весной приводят нас в бешенство осенью, потому что еще столько не сделано, а уже пора что-то доставать из грунта, а весной уже столько сделано, а там обещают еще возвратные заморозки, все это плохо. Увятшие листики я в процессе удаляю, и вижу, что ему все равно будет некомфортно. Поэтому я укорачиваю побеги на одну треть примерно, ибо им все равно не выжить. Рано или поздно они начнут истончаться, им будет мало света, мало питания, потому что не у всех идеальные условия для содержания зимующих растений. Некоторые растения вполне хорошо себе переносят зимовку. Это в основном тропические растения, и многие из них мы используем как комнатные, например, тот же колиус, или все виды пеларгонии, или бегонии. Эти растения хорошо переносят зимовку, даже если недостаточно света. И сюда же относятся всякие виды кактусов, суккуленты, которые сейчас очень модно использовать в озеленении, высаживать в таких каменистых садиках, создавая видимость пустыни или оазиса. Другая группа растений, которые более чувствительны к зимовке, потому что им требуется гораздо больше света, чем тропическим растениям. Та же петуния не у всех удается перезимовать, поэтому когда мы приносим, как я уже говорила, в помещение, какое бы оно у нас ни было, мы стараемся расположить на той стороне, где максимально больше света. Ну, конечно же, помним о том, что излишний свет, то есть прямые солнечные лучи в течение 8 часов тоже не подходят. Особенно в первый месяц, когда растение адаптируется к новым условиям зимовки. Немножко наперед забегу и скажу о том, что весной, когда мы начнем растения пробуждать и готовить их к черенкованию либо к пересадке в грунт, естественно, мы начинаем их подкармливать. Те побеги, которые излишне вытянутся, то мы их немножко укоротим. Это не следует бояться такого приема, потому что всякая обрезка, она будет способствовать большему кущению. Цветение отодвинется, но не беда, потом оно будет более пышным. И подкармливаем, естественно, но подкормка, помним о том, что условия это не такие, как в апреле месяце или в открытом грунте летом, поэтому подкормка должна быть наполовину уменьшена по дозировке. Это все, что касается содержания в зимний период. И хочу предложить такие на заметку маленькие хитрости, что когда они у вас находятся, допустим, на неотапливаемом балконе, лоджии, или предполагается, что будет очень холодно, потому что все-таки температура хранения для большинства растений, которые мы приносим в помещение, это порядка 10 градусов. Для некоторых можно снижать и до 4 градусов, потому что, вы сами понимаете, в течение отведенного мне времени я не могу перечислить все растения или хотя бы даже их какую-то сотую часть, которые можно приносить в помещение для того, чтобы они зимовали. И предполагается, что будет похолодание, и температура упадет гораздо ниже, чем хотелось бы для этих растений. Поэтому можно воспользоваться электропледом своим, который вы подкладываете под спину или под какое-нибудь болезненное место. Они есть разного размера, продаются в специализированных магазинах или аптеках, и очень удобно сохранить достаточно высокую температуру в зоне корней. Потому что, если будет хорошо корням, если они будут работать, то значит, будет работать иноземная часть. Что происходит зимой у тех растений, которые зимуют в открытом грунте? Выпадает снежный покров, он укрывает, он падает снег на уже осыпавшуюся листву, либо траву пожухлую. И поэтому в зоне корней создается комфортная температура. Корни у растений зимой не погибают, они дышат, там идут физиологические процессы, хоть они и немножко приторможены. Поэтому, сохраняя температуру в районе корней, тем самым мы обеспечиваем здоровое содержание растения на нашей зимовке. То есть можно приспособить этот электропледик снизу застелить. Уже не буду я вам советовать, вы сами придумайте, как это сделать. Либо есть такие упаковочные пузырчатые пленочки, которые очень хорошо держат тепло, потому что за счет воздуха получается воздушная такая прослойка. Несколько слоев обмотать, и таким образом тоже будет повышаться температура. Можно наполнить какие-то емкости водой. Те же там бутылки различной емкости, потому что днем вода будет накапливать тепло, а в ночное время горшок ваш, обставленный бутылками с водой, будет это тепло отдавать и не давать переохлаждаться земляному кому. Ну и, пожалуй, все. Вот, мне кажется, такие несложные правила помогут нам сохранить растения зимой, те, которые нам понравились в летний период, и которые мы сможем посадить в следующем сезоне. Вот такие приемы, они помогут нам, ну, во-первых, сэкономить деньги на приобретение полюбившихся растений и сэкономить время, чтобы не заниматься посевом семян весной на наших бесценных подоконниках. В подоконниках успехов вам! До новых встреч! Подписывайтесь на наш канал! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok